Всем, всем, всем Всем, 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 всем. Мне остается только произнести ее начальные слова. Жил-был один изобретатель. Хлебом его не корми, дай только что-нибудь изобрести. И был у изобретателя робот, которого звали друг. А еще соседи. Николай и сестра Николая Ира. И вот однажды... Потому, потому что мы пилоты. Замкнутая кривая второго порядка. Так, хорошо. Две замкнутых кривых. Так. Монохроматическая замкнутая кривая. Я не знаю, что ты там задумал, но я уверен, что мое изобретение превзойдет в твоем. А я не уверен. Так, вот. У меня все готово. Я закончил. И я заслужил свои витамины. Я тоже закончил. Я думаю, тебя это потрясет. Так, ну, посмотрим, посмотрим. Вот. Друг, ну ведь это же просто заяц. Я бы уточнил, зайчик из детских сказок. Разве он не индуцирует в твоем мозгу приятные эмоции? Ну, что-то такое появляется. Ну, это же все несерьезно. Ну, ты лучше посмотри, что я придумал. Друг не хочет смотреть. Друг не хочет никого огорчать. Друг видел черновики расчетов. Подожди, подожди. Ну, черновики это черновики. А ты посмотри, что в итоге получилось. Проанализируй. Мне нужна твоя критика. Особенно твоя критика профессионала. Посмотри, пожалуйста. Это величайшее изобретение. Ну, хорошо. Ну, вот. А я пока съем свои витамины. А! Что это? Что? Кто съел мою морковку? Эм, не я. Неужели зайчики любят морковку? Зайчики? Ну, это уже переходит все границы. Кто-то среди бела дня ест мою морковку. Это, конечно, уже не витамины, но все же что-то вкусненькое. Может быть, ты передумаешь по поводу критики? Послушай, ну, перестань. Я надеюсь на твой профессионализм. А! А! Опять! Опять! Но ведь зайчики не едят конфет. Ммм, сказочные едят. Ах, вот как! Ушастый, обжора! Если ты хотел меня разожлить, то у тебя это получилось. Да! Что это со мной? Я разговариваю с рисунком. Надо успокоиться. Э, друг! Ты закончил? Я закончил. Ну и, ну? Друг вспомнил, что должен помочь Ире со схемами мелиорации для курсовой работы. Это очень важно. Подожди. Подожди, ну ты же ничего не сказал. Э, друг должен помочь Ире. Э, помочь Ире. По-по-постой! Остановись! Немедленно! Вы Колю не видели, а? Он как сквозь землю провалился. Ирочка, Колю мы не видели, но вы пришли очень кстати. Неужели он к вам не заглядывал, а? Нет. А что случилось? Коля решил стать разведчиком и пропал. Куда ушел, не сказал. Я уже всех друзей обзвонила, а? Вот как сквозь землю провалился. Э, Ире надо успокоиться. О, Ире надо посмотреть на зайчика. Ира любит зайчиков. Какой-то. А вдруг с ним что-нибудь случилось, а? Я бы, я бы вот сейчас все на свете отдала, чтобы почувствовать Колину ладонь своей. А-а-а! Да вы чего, это же я, Николай. Коля, Коля. Это я в разведчики готовлюсь. Могу проникнуть куда угодно незаметно. Коля, ты меня сведешь с ума. Да. Между прочим, не только Иру. Да. Это значит, ты съел мою морковку и две мои конфеты. И это из-за тебя подозрение пало на ни в чем не повинного зайчика. А какая несправедливость. Ой, еще бы. И он еще улыбается, а? Чего ты улыбаешься? Что смешного-то? Да вы так смешно кричали. А-а-а! И ничего смешного, Коля. Подождите. Друг тоже кричал? Да. Друг. Индукция коллективных эмоций. Я еще в бабушку могу превратиться. Никакой ты не разведчик. Ты обыкновенный морковка-крат и конфетоед. Да разведчик у тебя как... Разведчики, между прочим, это образованнейшие люди, знающие иностранные языки. Это точно. Нет. С этим будет все в порядке. Я подал документы на курсы иностранных языков сразу на три. английский, немецкий и французский. И, между прочим, у меня сегодня вступительное собеседование, а туда всех подряд не берут. Ну, тогда тебе там нечего делать. А вот это мы еще посмотрим, вот когда они узнают, для чего это. Да, непростая задача стоит перед Колей. Знаю, но я способный. Подождите. А может быть и простая... Я же ведь только что создал уникальный аппарат, который может помочь любому человеку, ну, даже Коле, любому человеку в миг, в момент выучить все языки и наречия мира, включая язык жестов и язык танцев. Вот это да. Да. Нет, не поможет. Подожди, что ты хочешь этим сказать? Ты еще хочешь критики? Конечно, я тебя слушаю. Структура блока генерации биофизических полей ошибочна и спонтанна в модуляциях. Нарушение в схеме и узость проводящих шин внесет элемент непредсказуемости. Что? Ну, друг, я от тебя такого не ожидал. Это просто смешно. Ну, давай, давай, прочти мне лекцию про модуляторы. Я просто уверена, что вы не способны допустить столько ошибок. Ты ж голова. Да. Друг никого не хотел обидеть, друг никого не хотел унизить. Всем свойственно ошибаться. Ага, всем, значит, но только не тебе. Да, а может быть, это ты. Ты ошибаешься в своих оценках. Может быть, ты... Пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, не сердитесь, а? Ну, пожалуйста. Да, Ирочка, конечно, 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 вы правы. Ну, ну, ты, друг, так чего там с языками? Значит так, Коля, иди сюда. Смотри, ты хочешь испытать на себе этот чудодейственный аппарат? Да. С легкостью пройти любое собеседование. Решение ошибочно. Что, опять? Опять, я думаю, что... Не надо, не надо больше думать. Меня от твоей критики уже просто трясет. Ну. Давай, отдохни. Извините меня, пожалуйста, но я вынужден это сделать. Нет. Ой. Вот так, все. Обойдусь без твоей критики некоторое время. Коля, садись. Удачи, Коля. Внимание. Хоп. Хоп. Ирочка, я вас сейчас попрошу. Да. Давайте обратный отчет. Три, два, один. Так. Все, достаточно. Пожалуйста, перед вами новый человек. Коля. Коль. Коленька. Ярснега. Подожди. Коленька, подожди, скажи, хоть какое-нибудь слово-то еще. Нар-а-рснега-р-ан-рак. А на каком языке он говорит? К сожалению, это похоже на простой набор звуков. Коля, 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 ты меня слышишь? Коля. Нар-а-рснега-рснега-рснега-рснега-рснега-рснега. Коленька. Фар-рснега. Коллега. Апирна. Да, ну сделайте же что-нибудь сделать, а. Ну, держите его обратно. Что, что я могу сделать? Аж надо, надо включить друга. Друг, выручай. Надо поменять полярность на генераторе биофизического излучения и усилить сигнал. Ага, понятно. Помочь? Понятно. Так, посадите его на стул скорее. Коленька, Коленька, Коленька. Иди, 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 иди. Иди сюда, Коля. Да, 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 да. Не стыщно. Не стыщ-стыщ-стыщ. Жлатый румагар. Держите его крепче. Так. Обратный отсчет. Три, два, один. Ирна, как четыре. А что это вы на меня так смотрите? Фух. Заговорил. Ура! Прости меня, Николай. За что? Ну, за то, что не получилось научить тебя всем языкам. Эксперимент не удался. Значит, друг был прав? Даже более чем. Ничего страшного, я на курсах быстренько языки выучу. Тоже у меня проблема. Кстати, я уже на собеседование опаздываю. Не забудь умыться. Я пойду прослежу, чтобы он умылся и надел чистую рубашку. Ну, мне теперь остается вот только встать на колени и попросить у тебя прощения. Не надо на колени. Лучше научись воспринимать критику более практично. И не проси о критике, если не готов ее принять. Закон логики. Ну, ты прав. Ты прав. Абсолютно прав. Ну, я постараюсь. А ты зайчиков любишь? Зайчиков люблю. Ну, что, мир? Мир! Мир – это хорошо. Мир – это очень хорошо. И зайчики тоже. Вот такая история, дорогие мои. Если тебя интересует чье-то мнение о твоей работе, то не надейся лишь на похвалы. Будь готова к критике. Нередко справедливой. И не стоит обижаться, если чье-то мнение не совпадает с твоим. Ну, если, конечно, этот человек знающий, и ты уверен, что он тебе не пожелает зла. Будь готов выслушать и обдумать слова. В них может быть много полезного для тебя. И вполне возможно, это убережет тебя от больших разочарований. А может быть и от беды. До новых встреч, друзья! И храни вас всех Господь! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!